Как вы знаете, так называемый Tumine Infiltration Emphasize, или внутриопухолевые Т-клетки, узнающие клетки-мишени опухоли, дали начало довольно большому процессу терапии с помощью Т-клеток, в частности, создание рекомендантных Т-лимфоцитов. Собственно говоря, внутриопухолевые Т-клетки позволили клонировать к настоящему времени около 20-25 различных опухлеспецифичных ТКР, но и к настоящему времени вся технология, в принципе, использует либо же рекомендантные Т-клеточные рецептора, нативные или модифицированные, чтобы увеличить иммунный ответ, либо же рекомендантные так называемые химерные рецептора, о которых еще будет несколько замечательных докладов сегодня позже. Вкратце хочу указать на то, что настоящая схема клинического получения рекомендантных Т-клеток умещается в такую довольно простую схемку, в которой происходит сначала изолирование Т-клеток из крови пациента с последующей инфекцией посредством обычного ретро-вируса, хотя сейчас и лентивирусы пользуются на это, Т-клеток с рекомендантами, либо же Т-клеточным рецептором, либо же КАР, с последующей амплификацией рекомендантных, ну или инфицированных Т-клеток, в течение трех-четырех недель, в это время пациент проходит через номиел, обладив химиотерапию, ну и после чего происходит обратная внутривенная инъекция полученных Т-клеток, ну и где-то это в районе нескольких миллионов до триллиона Т-клеток и входит, так сказать, в состав, так сказать, инъекцируемого материала. Ну и, естественно, это все происходит при высокой дозе АЛ-2. Ну и данная процедура, конечно, была весьма эффективно использована, и на то есть масса клинических, так сказать, данных по уничтожению совершенно медостаз, так сказать, и в печени, и в легких, и в мозгу. Однако эта технология имеет ряд недостатков, если так можно сказать. Это процесс довольно трудоемкий, с колоссальной себестоимостью. Он не позволяет при необходимости менять быстро схемы лечения, не позволяет проведения нескольких последовательных процедур в довольно коротком промежутке времени. Также необходимо для успешной терапии необходимо абляция адаптивной иммунной системы, что в некоторых случаях не очень желательно. Но и, безусловно, связано с специфичными, не специфичными, а обычными эффектами, которые зачастую бывают хуже, чем, собственно говоря, сами опухоли, и вызывают, так сказать, приводят к летальному исходу. Мы в свое время, имея довольно богатый опыт невирусной генной инженерии, решили попробовать, возможно ли получить рекомендантные клетки посредством использования интегразы фага Си-31 и осуществить это прямо в пациенте, скажем так, без абляции иммунной системы. Дальше должен сказать, что все наши данные полученные на настоящий момент были получены на экспериментальных животных. Ну, мы, естественно, не единственные в мире, кто пытался как-то оптимизировать или усилить текличные вакцины. Совершенно недавно, в 2017 году вышла интересная работа, в которой использовались CD-19 CAR, кодирующие ДНК, которые были инкапсулированы в наночастицы, и использовалась транспозаза и транспозонные последовательности, так называемые пигибэк, которые позволяли встраивание ДНК CAR в Т-клетки. И, в принципе, довольно интересная технология, и она имеет свои тоже недостатки, как и любая технология. Но в данной работе было показано, в 2017 год, что, в принципе, возможно создание Т-клеток за счет инъекции таких наночастиц прямо в кровоток. Ну, это тоже была работа, сделанная на животных, то есть пациент, неправильно бы сказать. Была тоже интересная работа, тоже недавно, в 2018 году, показано, что использование наногеля с присутствием интерлекина-15 активирует рекоменантные Т-клетки, и это очень значительно увеличивает их активность и онкоспецифичную активацию тезотоксичных талимфоцитов. Итак, в нашей работе мы попробовали, предложили следующую схему и думали, что, в принципе, это возможно. Для того, чтобы нам вызвать, как-то сгенерировать иммунные клетки рекоменантные инвива прямо, так сказать, в теле больного, мы решили использовать химокины, и мы имеем богатый опыт использования их для разных вакцин, то есть экспрессировать или уколоть химокины локально в кожу или в опухоль, допустим, например, и затем осуществить внедрение рекоменантных ДНК, кодирующих Интегразу и рекоменантный рецептор в эту область, куда были привлечены Т-клетки посредством инвива электропорации, и в настоящий момент это, в принципе, считается наиболее эффективным способом доставки ДНК-молекул инвива, ну и с последующей диссеминацией и так называемым выходом или агрессом Т-лимфоцитов из локального, либо же, так сказать, опухоли, либо же кожи в систему, в кровоток с последующим таргетированием метастаз. Опять же, так сказать, начали мы с того, что мы оптимизировали миграцию Т-лимфоцитов в кожу и в меланомы, в кожные меланомы экспериментальные, и показали, что, допустим, ССЕЛ-21 наиболее эффективно привлекает Т-клетки и минимально привлекает макрофагия, гравоциты, что тоже немаловажно для большей эффективности. Здесь у нас была сделана некоторая количественная анализ всех этих процессов, и мы остановились на ССЕЛ-21 как основном химокине для привлечения Т-клеток или в кожу, или в кожные меланомы. Далее мы попробовали использовать рекомендантный Т-клеточный рецептор специфичный к терезиназе, который был использован в клинических испытаниях ранее, ну, кодирующая ДНК, естественно, и который был трансляционно связан с DS-RED, красным флуоресцентным репутером, и показали, что одна процедура такая вызывает экспрессию репутера в примерно 50 тысячах, 5-10, 50 тысячах Т-лимфоцитов локально в коже. Далее мы попробовали, так сказать, проверили, насколько эффективна идет интеграция за счет фага С-31 интегразы. В принципе, интегразы работают по принципу узнавания так называемого ATTB сайта в плазмидной ДНК и так называемых псевдо-ATTB сайтов, которые присутствуют в геноме человека. Их на самом деле три основных сайта в известных локусах. С последующей интеграцией плазмидной ДНК в геном. И мы попробовали это, конечно, на репутерах, как здесь представлено, на зеленом флуоресцентном белке. И мы увидели, что в человеческих Т-клетках X-VIVA замечательная вот интеграция этого репутера. И в течение двух недель мы видим довольно стабильную экспрессию его практически в 80% всех клеток. И далее эти клетки, такие же клетки, полученные при помощи Т-клеточного рецептора специфичного ктерозиназе, мы обнаружили, что где-то в районе 30% всех клеток являются с этитотоксичными CD8-позитивными Т-клетками, которые, в принципе, были весьма эффективны в уничтожении инвитро меланомных клеток. Ну и получив, так сказать, сделав всю эту домашнюю работу, мы попробовали сделать то же самое на мышах, посмотреть, как это будет работать, и использовали HLA-2 restricted T-клеточный рецептор, кодирующий ДНК, использовали мышачью меланомы бисокстин, экспрессирующие human HLA-2, а также мышей, которые тоже и трансгенных мышей, экспрессирующих HLA-2 комплекс гистосовместимости. И, соответственно, в данном довольно коротком эксперименте в течение 7 дней зелёным здесь были помечены меланомные клетки, красным – это экспрессия DS-RED, ассоциированная с терезиназным Т-клеточным рецептором. Мы увидели амплификацию Т-клеток и Т-клеточного рецептора, так сказать, внутриопухолей. Вся процедура была сделана внутриопухолево, не в коже. И, в принципе, анализ, так сказать, популяции Т-клеток позволил нам показать, что примерно 60% от всех внутриопухолевых Т-лимфоцитов были позитивны по экспрессии трансгена терезиназного специфичного Т-клеточного рецептора. А также примерно 60% из этих клеток составляли CD4-позитивные Т-клетки, и где-то в районе 40% сидеют позитивные Т-клетки. Когда мы пользовали данные клетки, которые изъято были из этих опухолей в инвитро-цитатоксичном анализе, извиняюсь, мы увидели, что, в принципе, довольно высокую цитатоксичную активность этих рекомендантных Т-лимфоцитов, сгенерированных инвитро, инвивоз, извиняюсь, и они были весьма специфичны к меланомным клеткам, экспрессирующим HLA-2. В принципе, не было никакого респонса к изначальной линии бисоксинавзиру, мышачьей меланомы. И в более долгих экспериментах, которые, в принципе, здесь делились около 300 дней тотально, мы использовали внутриопухолевые электропорации энтегразы и террозиназных ДНК, ну, а, конечно, с индукцией Т-клетченной миграции при помощи ССЛ-21-го. И были проведены 4 процедуры с интервалом в одну неделю. Первичные меланомы, в принципе, к 30-му примерно дню практически все исчезли. Что было интересно, что мы обнаружили, так сказать, только локальный иммунный ответ, который проявлялся в депигментации некоторых, так сказать, волос на этих мышах и не увидели никаких других побочных эффектов. Те же самые мыши, которые все выжили в течение 100 дней, на самом деле, в то время как контрольные мыши, контрольно обработанные, умерли примерно в провинции 30 дней, получили вторую инъекцию той же меланомы. И также она была замечательно, так сказать, отвергнута организмом, иммунной системой. К сожалению, я здесь не представил, но мы проверили сплиноциты из этих мышей, и они все содержали клетки центральной памяти иммунологической, экспрессирующие т-клеточные рецепторы. Мы также попробовали, возможно ли использовать данную технологию инвиво-генерации рекомендантных т-клеток, используя CD19R, и показали, что в принципе это возможно. История создает порядка 5000 т-клеток, которые могут экспрессировать CD19R, которые являются цитотоксичными относительно сединантин позитивных клеток-мишеней. Эта работа дальше идет сейчас в лаборатории, и мы пытаемся понять, каким образом, так сказать, мы можем использовать это в борьбе с такими б-клеточными лимфомами. Здесь я выписал только как бы пять основных заключений из этой работы, что химокины, ну и специфически CCL21, заэкспрессированные в коже или в опухолях, обеспечивают высокую эффективность миграции т-клеток. Тут хочется отметить, что CCL21 реагирует CCR7 рецептором, как мы все знаем, это маркер на наивные т-клетки, а также на клетки центральной памяти иммунологической. И это, я думаю, что это большое преимущество для данной технологии. Ну, что Integraza обеспечивает эффективное встраивание плазмидной ДНК в геном т-клеток инвитера и VIVA, и что рекомендантные т-клетки, измерированные таким образом инвива, экспрессирующие опухолевые т-клеточные рецептора, способные узнавать, уничтожать опухолевые клетки и, собственно говоря, сами опухоли по крайней мере в мышах. и я хочу поблагодарить, так сказать, группу медицинских студентов, которые работали со мной на этом проекте в разное время, а также моих коллабораторов. Это доктор Игушева Ольга Адам Снук и доктор Сата, замечательный онколог, и его доклад вы услышите сегодня, чуть позже. Ну и данная работа была спонсирована Меланома Ресетч Фаундейшн, Американ Скин Ассоциейшн, Американ Дерматологик Сосайти, для всех медицинских студентов, которые работали со мной, и также Джефферсон Институтом молекулярной медицины. Спасибо. Спасибо большое за интересный доклад. Поскольку сейчас в Соединенных Штатах ведется очень много таких исследований в смысле культивирования различных популяций тетлеток с различными специфическими особенностями для создания определенной направленности, вот как вы представляете на экспериментальной модели, это понятно, а вот в клинике, как вы видите будущее этого техники? По части данной технологии все довольно просто, поскольку существует сейчас, на самом деле в последние два года было очень много публикаций в рамках вирусной, противовирусной вакцинации и противоопухолевакцинации, развития, грубо говоря, физических приборов, которые позволяют эффективную доставку ДНК в инвиво, то в принципе эта процедура может занять несколько секунд по части инъекции и электропорации ДНК, ну и в принципе здесь можно использовать, кожи у нас много, что хорошо, можно использовать несколько процедур подряд можно пользоваться разные Т-клеточные рецептора, менять их как бы или одновременно давать, то есть в принципе это... То есть вводить в опухоль вы имеете в виду? В опухоль можно и в кожу, то есть как бы идеально было бы в коже, но опять же здесь тоже развитие технологий, допустим, электродов, поскольку допустим биопсии можно брать там и существуют на то соответствующие приборы, можно их комбинировать как-то с электродами и делать электропорацию в опухоли. То есть как-то так. Еще вопросы, пожалуйста. Да, пожалуйста. Сейчас я вам немного по-прежнему сложилось представление, что существенное влияние на развитие опухолевого процесса имеет иммуносупрессорное микроокружение опухоль. Вот как по-вашему ваша технология может обходить эту проблему и вы же не проверяли, что там происходит, но то, что у вас опухоль исчезает, это, конечно, факт. Что там может происходить с иммуносупрессором? В принципе, мы, да, мы не проверяли, но в принципе, как нам это видится. Конечно, это можно пользоваться в комбинации с блокаторами, чекпоинт, блокаторами, как PD-1, CTL, и FO, которые будут снимать, так сказать, часть блокирования. Конечно, вопрос с регуляторными клетками, он остается как бы открытым, но их тоже можно, в принципе, наверное, как-то ингибировать. В принципе, я думаю, что ответ, который я вам могу дать сейчас, это то, что данная технология, допустим, позволит как минимум увеличить какой-то иммунный респонс, если у пациентов, допустим, нету существующих Т-клеток, которые могут узнавать опухоли. И мы знаем ряд опухолевых тканей, где нету ни инфильтрации, ни инфильтрата с Т-клетками, ни где CTLA-4 или PD-1 блокаторы не работают. Мы можем создать просто маленький пул этих клеток и за счет блокаторов увеличить их активность. Пока что единственное, что вам могу сказать. То есть эта технология именно будет так целенаправленно и для создания нужно изучать самого пациента, что там у него с иммунной системой. Да, спасибо. Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. Да, Анна Борисовна. Критивность применения разрабатываемых вами технологий в контексте того факта, что опухоли чрезвычайно генетически гетерогенные и эволюция опухоли в организме часто ассоциирована с потерей опухолесоцированных антигенов и ошеля. Замечательный вопрос, спасибо. Но в принципе в этом преимущество того, что мы думаем, мы еще не имеем практических данных, указывающих на это. Но в принципе как технология она позволяет допустим сегодня сделать процедуру используя Т-клеточный рецептор специфичный к тирозиназии. Завтра GP100 или меланей, март-ван или использовать одновременно ТКР и кар. То есть конечно допустим если то что было показано так сказать возможно в 30% клинических испытаний в 30% случаев когда допустим клетки опухоли ингибировали экспрессию комплекса гистокосовместимости можно начать использовать химерно-энген рецепторы. То есть здесь как бы технология позволяет вообще можно взять одновременно 10 разных рецепторов на один так сказать ну или там 5 на меланому и как минимум сейчас известно порядка 5-6 специфичных ТКР которые можно одновременно пользоваться ну и всяко так сказать надеяться скажем так на то что один из них по крайней мере сработает скажем так «Открым» 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 «Открым»» «Открым»